МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что, молодая кровь пришла на Первый Ярославский. И, возможно, кто-то из них совсем скоро, а, может быть, и не скоро, займет вот это место. А кого-то в недавнем будущем вы увидите в кадре. Причем это недавнее будущее уже настало. Сейчас будем знакомиться с нашими стажерами. Это другие новости. Меня зовут Иван Варов. Здравствуйте. И мы начинаем. Что ж, их мало, но они, как говорится, в тельняшках. Из 50 претендентов мы выбрали 8 ярких, харизматичных и жаждущих оказаться здесь, по ту сторону экрана. В течение двух недель они будут посещать мастер-классы от ведущих, репортеров, редакторов, операторов телекомпании. А затем мы с вами, с телезрителями, выберем лучшего. И этот счастливчик получит путевку в штат Первого Ярославского. Ну и сегодня у стажеров был первый день нашей телестройки. Все началось с экскурсии по каналу. Ребятам показали большую студию, студию новостную, а еще аппаратно-студийный блок, ньюсрум, монтажки и много-много интересных мест в кулуарах Первого Ярославского. Давайте оставим это за кадром. А пока вам расскажу о первом мастер-классе. Его провели Светлана Доброхотова и ваша покорная слуга. Мы рассказали будущим корреспондентам о структуре новостного сюжета и познакомили их с жизнью тележурналистов. Ну и первый блин получился не совсем комом. Сейчас вы в этом убедитесь. Пришло время поближе вам познакомиться с каждым из них. Сегодня стажеры записали свои видео-визитки, немного рассказали о себе. И вот каким получился их первый опыт работы в кадре. Смотрим. Что там? Вот так? Всем привет. Меня зовут Першакова Ирина. Я пришла сюда попробовать себя в качестве корреспондента. Готова? Да. А, нет. Да. Всем привет. Меня зовут Зайцева Полина. Я пришла на Первый Ярославский, чтобы почерпнуть новые знания в сфере журналистики. В дальнейшем хочу быть корреспондентом. Здравствуйте. Меня зовут Герасимов Иван. Пришел на Первый Ярославский, чтобы попробовать себя в роли корреспондента. На телевидении вижу себя в роли телеведущего. Меня зовут Гребенщикова Анфиса. Я пришла попробовать себя в роли корреспондента Первого Ярославского и хотела бы вести авторскую передачу на нашем телевидении. Здравствуйте. Меня зовут Федоренко Елизавета. Мне 23 года. И я пришла сюда, чтобы узнать, что такая журналистика и попробовать себя в качестве корреспондента. Всем привет. Меня зовут Очагова Дарья. Я сюда пришла, потому что мне было интересно посмотреть, как снимаются новости, как снимаются различные телепередачи у нас на Первом Ярославском. И, естественно, я себя вижу в роли корреспондента. Здравствуйте. Меня зовут Львова Ксения. И пришла я... Моя речь. Здравствуйте. Меня зовут Львова Ксения. Я пришла на Первый Ярославский, чтобы осуществить свою детскую мечту работать на канале. И вижу я здесь себя ведущей новостей. Всем привет. Меня зовут Лисенкова Алена. Я пришла сюда для того, чтобы призвать себя в журналистике. Ну и, конечно, я вижу себя ведущей на Первом Ярославском. Амбициозные. Ну а началось все. 29 мая тогда прошел кастинг. Хотите одним глазком посмотреть, как мы испытывали их, какие вопросы им задавали, да и вообще, какая атмосфера царила в тот день в стенах телекомпании? Если хотите, тогда смотрите. Они впервые оказались по ту сторону экрана. В большой студии Первого Ярославского у потенциальных стажеров мозговой штурм. Эти анкеты проверка эрудиции. В это время члены жюри знакомятся с участниками. Пока заочно изучают резюме. Я ее схватила и не сдалась, и поэтому я, наверное, здесь. Кого схватила новый сотрудник телеканала Людмила Ярец, стажеры узнают чуть позже. Ну а пока они в ожидании самого главного. Встреча с жюри ТЭТАТЭТ. Зову меня Армен Сергей. Увлекаюсь спортом, музыкой, всякой детворки, сонкой. Которая свирепствовала в Ростове-на-Дону в 20-е годы прошлого столетия. Ее говорят такого... Это было и страшно, и интересно. Все равно как-то ты видишь их глаза, их эмоции. У кого-то они есть, у кого-то нет. Это самое страшное. Если честно, эмоции зашкаливали. Жюри признается. Впрочем, спустя три часа кастинга никто своих искренних чувств не скрывал. Твое место на телеканале. Кем ты себя ведешь? Я сейчас так волнуюсь, что я боюсь, что ведущий. Это очень так... Здравствуйте. Из 50 жаждущих попасть на ТВ свой счастливый билет вытянули 8. Лучший по итогам проекта будет зачислен в штат телеканала. Его имя назовет экспертный совет и телезрители. Ну и прямо сейчас один из стажеров со мной в студии. Наверное, волнуется. Вы с ней уже почти познакомились. Елизавета Федоренко. Сейчас познакомимся поближе. Лиза, я тебя приветствую в студии Первой Ярославского. Во-первых, поздравляю. Ты одна из первых, кто здесь оказалась, да еще и в прямом эфире. Спасибо. Ну, во-первых, расскажи нам. У тебя сегодня был практически такой полноценный рабочий день корреспондента. Ты ездила на съемки. Расскажи, что это были за съемки и куда вы в итоге поехали, потому что я знаю, что вы туда не доехали. Да, мы ездили в Даниловский район. Там был пожар, погорело пять домов, сгорело полностью, сгорело пять домов. И мы туда не доехали, не доехали по той причине, что размыло дорогу. Просто дороги не было. Мы застряли и развернулись, и поехали к другой дороге. И там мы тоже застряли и поняли, что мы туда не доедем. И вернулись обратно сюда. Но ты ездила не одна, с нашим корреспондентом Георгием Колчиным. Ты ездила наблюдать и что-то попробовать. Какой выход-то вы нашли из этой ситуации? Мы познакомились с МЧСником Зверев. Михаил Зверев. Михаил Зверев, да. Ты с ним познакомилась, наверное. Да, я с ним познакомилась. Он довольно-таки часто в эфире появляется у нас. И другая девушка, Ирина, со мной, которая тоже стажерка, она тоже с ним познакомилась. И мы пробовали первый раз снимать человека. Писать у него интервью. Писать интервью, да. Но это было как не интервью, а просто рапорт. Потому что мы не задавали ему вопросов. Он просто рапортовал нам все. О том, что произошло и где произошло. Ну, то есть я так понимаю, ты сегодня первый раз в жизни. Встала рядом с камерой, держала микрофон, да, тебе человек что-то говорил. Когда ты взяла в руки микрофон? Твои первые эмоции какие были? Мне было страшно. Мне было очень страшно, потому что ты не знаешь, может быть, ты сейчас выпадешь куда-нибудь из кадра. Или он встанет не туда, или ты что-нибудь выйдешь куда-нибудь. Непонятно. В общем, страшно. Страшно. В целом-то ты довольна сегодняшним днем? Да, я довольна сегодняшним днем. Но как бы мне жалко, что мы не доехали, не посмотрели место событий, место происшествий. Мне очень обидно. Мне бы хотелось, ну, как бы поучаствовать в этом во всем. Задать вопросы людям, очевидцам. Мы их не нашли, к сожалению. Ну ладно, у тебя еще все впереди. Я знаю, можно, да, открою секрет, что ты заканчиваешь театральный институт. Да. И тут вдруг ты приходишь к нам на кастинг и говоришь, что ты хочешь быть журналистом. Почему вдруг так? Ну, это сложный вопрос для меня. Потому что, как бы, я довольно долгое время поступала в театральный институт. И мне очень нравится театр, я люблю театр, правда. Но сейчас я хочу попробовать себя в чем-то другом. Что-то новое испытать. Открыть для себя что-то новое, да. Для меня это смена обстановки. Мне это интересно, мне это нового. Ну, это новые эмоции, абсолютно новые эмоции. И это здорово, как для человека. Это меня развивает. Сейчас я как бы на такой новой ступени развития. И для меня это просто такой... Ну, хорошо, давай. Вот только сейчас честно, положа руку на сердце, да, как говорится. Если вдруг, ну, представим, что ты победишь, и тебя возьмут там работать к нам корреспондентом, понятно, что всю жизнь корреспондентом работать, это не очень интересно, да. А кем ты себя видишь вообще на телеканале? Ну, здорово было бы, конечно, быть телеведущей, но мне кажется, это очень большая ответственность для человека. Если ты стоишь за кадром, это еще, ну, такое, как бы, расслабленное состояние. Ну, ты все равно можешь подготовиться, написать себе вопросы, и ты, как бы, готовишься. А тут тебе нужно выдать информацию, сделать это ярко, красиво. Ну, опять же, по телевизору тебя покажут, да? Да, 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 да. Но это другая ответственность, другая степень ответственности. Спасибо тебе большое. Я тебе желаю удачи, все получится. Привет, Елизавета Федоренко была в студии Первого Ярославского, наша стажерна. Мы с вами двигаемся дальше. Для нашего телеканала подобный проект стал третьим. Первое реальти-шоу стартовало весной 2007 года. Тогда еще НТМ объявил кастинг для проекта «День в событиях карьера». Это был эксперимент для всего регионального ТВ. Различные испытания под прицелом телекамеры и борьба за зрительские симпатии. 16 участников проекта выбирали лучшего. Реальти-шоу тогда длилось два месяца, и как раз лучшие попали в штат. А еще в 2016-м у нас отгремел проект «Цех». Тогда победила личность вам знакомая Александра Панкратова. Ну что ж, вот мы с вами подошли к финалу. За стажеров можете голосовать в нашей официальной группе ВКонтакте. Совсем скоро их лица там появятся. Ждем вашего мнения о каждом из них. Как проходит наша телестройка, продолжим рассказывать в финале этой недели. Стажеры и птенчики уже к тому моменту подрастут. По крайней мере, мы вот в это верим. Ну а мои коллеги из программы «День в событиях» подведут итоги этого дня. Одна из главных тем сегодня – последствия ливня и града, которые обрушились на регион. У меня на этом все. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин